Удивительно, но в мире, где, казалось бы, уже все изучено, еще есть феноменальные явления и уникальные уголки природы. В 2011 году Андрес Руза, геофизик из Перу, обнаружил в Амазонии настолько горячую реку, что вода в ней буквально кипит. Обычно очень горячие реки протекают в ближайших окрестностях вулканов. Но в этой части Перу вулканов нет, поэтому долгое время считалось, что кипящая река в Амазонии – это всего лишь легенда. Обнаруженная река является священным местом для местного племени Ашаненко. С древнего языка название реки – Шанай-Тимпишка, переводится как нагретая теплом солнца. Средняя температура воды в реке – 86 градусов, но есть участки, где вода достигает точки кипения. Если живое существо попадает в реку, то сваривается в ней заживо. Самое широкое место реки составляет 25 метров, а максимальная глубина – 6. В течение пяти лет Андрес исследовал воду в реке и особенности ближайшей экосистемы. Руза сделал ряд любопытных выводов. У истока реки вода холодная, но вниз по течению горячие источники из разлома в земной коре пополняют реку. Полностью река естественным образом охлаждается в долине, а затем вновь становится горячей. Удивительно, что в отличие от других термальных источников, вода в речке чистая, очень приятная на вкус и пригодна для питья без какой-либо очистки. Химический анализ показал, что вода реки изначально выпала в виде дождя. Вероятно, где-то по пути она просачивается вниз в землю и нагревается с помощью геотермальной энергии. Как именно нагревается вода и каким путем она движется, еще предстоит выяснить. В наши дни реке грозит уничтожение. Дело в том, что в регионе идет бесконтрольная вырубка лесов, а это угрожает всей экосистеме местности. Андрес Русса убежден, необходимо сохранить кипящую реку для потомков как напоминание, что на нашей планете еще существуют природные чудеса. А что ты, дорогой друг, об этом думаешь? Как мы можем помочь нашей планете? Субтитры создавал DimaTorzok